Салют, друзья! То, что я сегодня планирую сделать, не делал никогда в жизни. И, честно говоря, слегка волнуюсь. У моего друга Саши сегодня день рождения. Я сказал Саше сегодня навстречу Ян Бизнес Клаб взять паспорт с собой загран и сказал, что мы куда-то улетим. Но, честно, я сам не знаю, куда мы улетим, не знаю, каким самолетом улетим, но просто взял паспорт. Вы будете видеть по ходу, что будет происходить. Есть только паспорт и мой костюм. И хорошее настроение. Еще раз, если я... Есть? Нет. Украина прекрасное место для ведения бизнеса. Лучше иметь 10 умных врагов, чем одного глупого друга. Извините, друзья, мы действительно хорошее. У нас есть... У нас есть... У нас есть... Окей. Что вы пожелаете молодым бизнесменам, которые только начинают свой бизнес? Что вы пожелаете молодым бизнесменам, которые только начинают свой бизнес? А сейчас идем к Саше. Сегодня Саше 26 лет. Мы куда-то летим. Все, что есть, это то, что на мне. Один пауэрбэнк и один паспорт. Ты готов, Саша? Я скажу, что... Я не знаю, я в таком замешательстве. Тогда поехали в Аэропорт. Может, еще какие-то рейсы остались. Такого. Друзья, приехали в аэропорт. Не знаем, куда летим. Не знаем, что там делать будем. Но мы это сделаем. И посмотрим, что с этого получится. Куда можно улететь ближайшим рейсом? Какие сейчас есть? В Fly Dubai идет регистрация. В Fly Dubai. Там нет мест? Блин. А место можно как-то пробить в самолете? Стоя там полететь? Что значит пробить? Стоя полететь. Ближайший рейс, который должен быть, это Анкара, Турция. Ну, ты был в Турции? Я был в Турции. Окей. Я не был. Через три часа летим в Анкару. Мы не знаем, что мы там будем делать. Мы не знаем, с кем мы будем встречаться. Но я точно знаю, что после таких моментов жизнь делится на до этого момента и после. И мы точно знаем, что это будет одна из лучших поездок в нашей жизни. И мы точно знаем, что это будет одна из лучших поездок в нашей жизни. Анкара. Древнейший город Малой Азии, известный еще с 7 века до нашей эры. В то время это был крупный центр торговли, расположенный на пересечении дорог Европы и Азии. Сейчас Анкара – столица Турецкой Республики. Население города – 5 миллионов человек. Наш первый день в Турции. Первое, что сегодня решим, это одежда. Приоденемся, возьмем форму для бега. И будем искать молодых бизнесменов в Турции. Нам запретили снимать, поэтому идет открытая съемка. Аня, Аня, еще 20 минут. Аня, позже. Здравствуйте. Друзья мои, еще вчера мы здесь никого не знали. А сегодня, сейчас иду на встречу с собственником этого отеля. С Хасаном, владельцем отеля, нас познакомил наш участник клуба «Дюнгер». От души спасибо тебе за это. Здесь 41 комната, оборот отеля в месяц более 40 тысяч долларов. И оценка 8,2 балла. Это всего за три года, когда был куплен отель. Давайте познакомимся с ним лично, потому что он очень душевный человек. Туризм – одна из важных составляющих в экономике Турции. Каждый год Турцию посещают более 30 миллионов иностранных туристов. Всего в Анкаре насчитывается 250 гостиниц. Какие есть сложности в этом бизнесе? Единственная проблема в отеле – это деньги. Вот недавно у меня долго жил гость. Он должен был заплатить 3000 долларов за номер. Денег у него не оказалось, и он убедил меня взять кольцо. Сказал, что оно очень дорогое. Я согласился, взял кольцо, отнес его в ломбард, и оно, оказалось, стоит не более 20 долларов. Что вы делаете с ними? Стараюсь избегать таких клиентов. Заплати, тогда живи в отеле. Не хочешь – ищи другое место. Как у вас появился этот отель? Вы его построили или купили? Я купил уже готовый отель. Еще шесть лет назад это было пустое здание. Его перестроили в отель всего за один год. Но само здание мне не принадлежит. Я должен платить за аренду каждый месяц. За сколько вы его купили? Два года назад я заплатил примерно 1 миллион долларов за этот отель. Наличными или на карту банка? Наличными, конечно. И сейчас я плачу 14 тысяч долларов аренды владельцу здания ежемесячно. Сколько понадобится времени, чтобы 1 миллион долларов вернули обратно? Для турецкого гостиничного бизнеса это занимает примерно 10 лет. Первые 5 лет ты отбиваешь инвестиции, следующие 5 лет ты зарабатываешь. Много денег. Но через 6-7 лет появляются первые проблемы. Техника стареет и начинает выходить из строя. Приходится продавать телевизоры, холодильники, покупать новые. Скажите, пожалуйста, какое от отеля было за прошлый месяц? 40 тысяч долларов. Какая чистая прибыль была за прошлый месяц? Примерно 6-7 тысяч долларов. Но на сегодняшний день экономика страны в очень плохом состоянии. Покажите нам отель? Да, конечно. Это наша лучшая комната. Хоть она и маленькая, но гости очень часто просят именно ее. Сколько стоит снять такую комнату на один день? Около 80 долларов. Это очень хорошее предложение. Сама комната замечательная и имеет низкую цену. Друзья, мы бы не познакомились, если бы не наш общий участник клуба «Гюнгер», которому, когда мы написали в чат о том, что, друзья, я лечу в Турцию, лечу в Анкару, он мне через час уже написал, что есть друг в Анкаре, у которого свой отель, и благодаря которому мы находимся здесь. В мае мы уже встретимся с Хасаном в Киеве. Это Young Business Club, это Турция, это Анкара. Обнимаю вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Лайк. Баш! Одна из величайших достопримечательностей Анкары — мавзолей, где похоронен первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Он без преувеличения выдающаяся фигура Турции двадцатого века. Ататюрк был великим реформатором. Латинизировал алфавит, отделил религию от государства, предоставил избирательные права женщинам, ввел фамилии, создал национальные банки и национальную промышленность. Давай! И почему мы сейчас снимаем? Здесь запрещена съемка, к нам подошли куча охранников, но несколько минут общения, диалога и они уже с нами фотографировались, снимали, вот провожают, целуют. Это круто! Говорят, что там в разных странах плохо относятся. Честно, не находил ни одной страны, где плохо относились, когда мы приезжали. Потому что в моей картине мира, возможно, я могу быть неправ. Все зависит от какой-то открытости внутренней. Когда ты с душой к человеку с улыбкой, так и он к тебе. Вот когда нахожусь здесь, у меня появилась мечта купить свой замок. Не знаю, через сколько я его куплю, через 5 или через 6 лет. Но самое главное, чтобы был замок, куда могли слетаться все друзья человек 100 со всей планеты. И каждый раз собирать разных 100 людей, молодых, талантливых бизнесменов, обсуждать что-то, что можно сделать полезное в мире. И мне кажется, это большая движущая сила и крутяцкая идея. Как вам? Друзья, конечно, нас установили какой-то пи-пи-хуния. Вы поняли, да? Извините, друзья, мы очень быстро нахожусь. У нас есть планы. Как много? 2 минуты, 1 минуты, 3 минуты. Потому что у нас есть 5. На сегодняшний день экономика Турции является одной из пятнадцати сильнейших экономик в мире и шестой в Европе. К 2023 году Турция намерена войти в первую десятку стран по объему экономики и увеличить годовой объем экспорта до пятисот миллиардов долларов США. Друзья мои, один из людей, классный, с которым мы познакомились, это Мемет, друг Гюнгера, который занимается производством электрических мельниц. Мемет, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? У нас семейный бизнес. Я, мой отец и брат, а точнее наша компания, имеют около 40-50 лет опыта в производстве мельниц. Мы строим фабрики. Турецкие мукомольные фабрики по всему миру. Этот бизнес начал еще мой дедушка. Приведу пример. Клиент приходит к нам и просит построить фабрику с мощностями в 200 тонн муки в день. Мы делаем все, начиная с поставок зерна, заканчивая упаковкой. В конце мы отдаем ключи от фабрики заказчику. Мы строим все самостоятельно. Иногда даже само здание фабрики. Мы даже создали дизайн для сада рядом с одной из фабрик. Аллапрос – профессиональная компания, предлагающая решения в технологиях по переработке зерновых культур. Компания занимается производством оборудования для очистки, шлифования и упаковки и строит целые фабрики. Всего компания производит более 35 разновидностей оборудования, и ее штат насчитывает более 100 человек. Расскажи, пожалуйста, про ваше производство Аллапрос, большой завод, потому что он очень красивый. Вообще, наша фабрика была построена нами самостоятельно. У нас есть и другие проекты заводов, но этот самый большой по размерам. Его площадь производственной зоны – 15 тысяч квадратных метров. Офисные здания занимают около двух тысяч квадратных метров. Это наша штаб-квартира. Также у нас есть офисы в Бангладеше, Москве, Украине, Италии и в Лос-Анджелесе. Но наш главный офис в Анкаре. Какие топ-3 совета ты дашь тем людям, которые только начинают свой бизнес и хотят что-то новое создать? Такой бизнес не для молодых ребят. Основной совет – не сдавайтесь. Это самая важная вещь во всем. Никогда не сдавайся. Будут проблемы, да, но наличие проблем означает успех в конце. Если все идет беззаботно и без труда, задумайтесь. Что-то в этом не то. Молодые люди не должны сдаваться перед трудностями. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Никогда не принимайте решения, когда вы злы. Остыньте. Обдумайте это решение еще раз, и тогда принимайте решение. И последнее. Следуйте за своими идеями и целями. Думайте своей головой. Но если вы хотите достичь больше успеха, то научитесь использовать знания других людей. Это очень важно. Какую самую большую ошибку вы допускали? Опыт играет основную роль. У меня был преподаватель, который как-то сказал, опыт – это сколько раз ты облажался при жизни. Моей самой большой ошибкой, когда я только начинал, было то, что я доверял глупым людям. Я всем говорю, что лучше иметь 10 умных врагов, чем одного глупого друга. Это очень важно. И если у тебя есть хотя бы один глупый друг, это в разы хуже, чем 10 умных врагов. Что вы думаете о бизнесе в Украине? Скажу сразу, я люблю Украину. Я могу это сказать. Я патриот Украины. Я прожил там 4 года. Украина в моем сердце. Но мозг говорит мне, что Украина – прекрасное место для ведения бизнеса. Но только для опытных бизнесменов. Не для молодых начинающих. Это касается только иностранных бизнесменов. Не украинцев. Вы знаете, как общаться с украинцами и так далее. Но если ты иностранец, и ты хочешь открыть бизнес в Украине, тебе надо иметь много бизнес-опыта или хорошего украинского партнера, которому можно доверять. Это ключ к ведению бизнеса в Украине. По моему мнению. Это ключ, если ты хочешь сделать бизнес в Украине. Спасибо большое. Спасибо. Счастливо встретить тебя. Я жду тебя в Украине, в Киеве. Спасибо.